Привет всем! Уже давненько нет видеокарт по сколько-нибудь приемлемым ценам, а перспективы изменения ситуации выглядят откровенно, туманно. Однако мы продолжаем радовать вас тестами популярных у широких масс графических ускорителей. Кто пропустил, не так давно мы сдули пыль с RTX 2060 и GTX 1070, а также других хитовых видеокарт. Кому интересно, ссылки оставим в описании. Ну а сегодня посмотрим, на что способны GTX 1660 Super и 1660 Ti. Статистика Steam говорит нам, что по популярности они занимают 8 и 7 место соответственно. GeForce GTX 1660 Super вышла в октябре 2019 года. По сути, это та же GTX 1660, но с более быстрой GDDR6 памятью. В обоих случаях используется графический процессор TU116-300, который включает в себя 22 SM-блока, 1408 CUDA-ядер, 88 текстурных и 48 растровых блоков. Даже частоты у них одинаковые. А вот GTX 1660 Ti имеет в своем распоряжении GPU TU116-400 с увеличенным на 9% количеством исполнительных блоков. Любопытно, что частоты GP и PSP у версии Super оказались даже выше, чем у TI. По объему видеопамяти паритет. Все те же 6 ГБ. Старые наши тесты подтвердили, что особой разницы между этими картами нет. Забегая наперед, дальше мы в этом снова убедимся. А пока представим участниц тестирования. Младший ускоритель представлен моделью Poly GeForce GTX 1660 Super GP OC. Она примечательна с заводским разгоном GPU до 1830 МГц. В остальном ничего интересного. Двухслотовый двухвентиляторный кулер с LED-подсветкой. В играх частота графического процессора обычно превышала 1900 МГц, а температура не поднималась выше 71 градуса. На ступеньку выше стоит Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti OC 6G. Карта получила фирменную двухслотовую систему охлаждения Windforce 2X и ускорение буст частоты до 1800 МГц. В реальности она была очень близко к 1900 МГц, тогда как температура ГП не переваливала за 73 градуса. Теперь к тестовому стенду. В его основе находится 65-ваттный 12-поточный Ryzen 5 Pro 4650G, за который спасибо интернет-магазину TeleMart. Его производительности хватит, дабы загрузить большинство видеокарт по полной. Для его надежного охлаждения используется двухсекционная водянка NZXT Kraken X63 RGB. Кроме удобства и эффективности, она может похвастать красочной RGB LED-подсветкой. Более того, на ЖК-экранчик водоблока можно выводить информацию, анимированный GIF или просто надпись NZXT с переливами. Материнка у нас Ezra B550 Pro 4. Она выполнена в M-ATX формате, имеет солидный охлад на цепях питания, 4 слота под оперативку и сразу 3 М.2 порта. В один из них производитель предлагает опционально установить Wi-Fi модуль. Подсистема оперативной памяти представлена 32-гигабайтным комплектом G-Skill Trident Z Neo DDR4-3600. Операционную систему, игровые клиенты и некоторые проекты установили на доступный M.2 SSD Kingston NV1 на 1 терабайт. Всё остальное закинули на быстрый 2-терабайтный Kingston KC2500. Его скоростные показатели достигают 3500 МБ в секунду для чтения и 2900 МБ в секунду для записи. Блок питания у нас с большим запасом. Seasonic B12 BC750. Он имеет сертификацию 80 Plus Bronze, современную схемотехнику, раздельную систему стабилизации, удобные кабели в виде шлейфов и 5-летнюю гарантию. Пристанищем для комплектующих выступил среднеформатный корпус NZXT H510 Elite. Стильный, стеклянный, с подсветкой, да ещё и с хорошей системой вентиляции. Картинку выводили на монитор AOC BYU 2790 PICUU, а сами геймплеи записывали внешней системой CyberMedia LiveGamer 4K, то есть без потери производительности. Все актуальные ссылки на железки из видео есть в описании и закреплённом комменте. Ребят, перед самими тестами отметим, что на этот раз мы решили вас не мучить кучей цифр, а сравнить видеокарты в живых геймплеях. Да, они не имеют столь повторяющихся условий, как бенчмарки, но более динамичны и интересны. Плюс, для повышения точности мы прогоняли тест по несколько раз и усреднили результаты. Итак, откроет тестовую сессию Вальхейм. На высоких настройках графики и без Motion Blur обе видеокарты способны отрисовать под 70 FPS в среднем. По обыкновению в игре проскакивают статоры, но тут виной не железо, а статус раннего доступа. В Fortnite обычно играют при миксе средних и высоких настроек, но мы решили не мелочиться и выставили эпический пресет графики. Так вот, в начале катки могут проскакивать небольшие подлагивания, но как только все закешируется, бегается просто отличненько. Что касается противостояния GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti, то вторая имеет гандикап в несколько кадров. С Apex Legends тоже долго не игрались. Сразу выбрали максималки и только текстуры подогнали под 6 гигабайтный видеобуфер. И вот в таком режиме обе видеокарты демонстрируют схожие результаты. За сотню FPS в среднем, а остальная статистика не опускается ниже 60. Все просто отлично. В PUBG при народном миксе низких и ультра настроек получаем за 130 FPS в среднем, и даже очень редкие события не опускаются ниже 40 кадров в секунду. На обеих картах все просто отлично. Но впереди все же GTX 1660 Ti. Рейнбоу Сиксижм радует и стабильно показывает чудеса оптимизации. На ультрах и со стопроцентным масштабом все просто летает. Обе карты выдают 140 FPS в среднем и отличную остальную статистику. Так что есть все необходимое для эффективного нагиба. В Rust выбрали фактически максимальные настройки графики. И на обеих видеокартах все очень даже играбельно. Хотя в густой растительности есть просадки, но они не страшные. И да, тишка немного опережает супер. В Outriders при максимальном пресете на обеих видеокартах мы не ощутили никаких проблем. Симпатичная картинка, плавный видеоряд и отзывчивое управление. Escape from Tarkov также не вызвала особых проблем у наших видеокарт. На ультрах средний фреймрейт держится в районе 70 кадров в секунду. В густых зарослях скорость проседает, но ничего критичного. И все остается очень даже играбельно. В Control на максималках без MSAA сглаживания обе карты выдают заветные 60 FPS в среднем. Но у GTX 1660 Ti остальная статистика на 4-8 кадров в секунду лучше. Хотя, знаете, без мониторинга это вряд ли получится ощутить. В GTA V выбрали очень высокие настройки графики. То есть местами остались пункты, где можно выставить максималки и дополнительно подрубить MSAA сглаживания. В таком режиме обе видеокарты справляются отлично. Все плавненько и красивенько. Скоростные показатели плюс-минус одинаковые. Приятно радует Hitman 3. На максималках обе карты идут прям ноздря в ноздрю. При этом выдают очень комфортный геймплей без малейших замечаний к плавности или отзывчивости управления. А вот про Godfall этого не скажешь. На высоких игра хоть и выдает в среднем в районе 50 кадров в секунду, но на обеих видеокартах проскакивают неприятные дропы. Далее по списку Dirt 5 на максималках с фиксированным масштабом рендера. Игра не особо требовательна к железу, посему по катушке проходит на ура. Обе карты выдают под 60 фпс в среднем, а остальная статистика не проседает ниже 30. Дабы долго не возиться с настройками и вписаться в 6 гигабайтный видеобуфер, в Doom Eternal выбрали ультра пресет графики. И на выходе получили максимально плавный и прогнозируемый геймплей. Даже просадки не опускались ниже 70 кадров в секунду. Ребятки, любите мотоциклы и мочить зомби параллельно? Все это есть в Days Gone. При максимальных настройках обе карты способны отрисовать в среднем под 70 фпс. Никаких дропов и фризов не замечено. Так что можно смело погрузиться в этот огромный и открытый мир. В Cyberpunk 2077 реальнее всего играть при высоком пресете. В таком случае обе видеокарты выдают схожие результаты. 60 фпс в среднем нет, но видеоряд достаточно плавный, без каких-либо статоров или инпут-плак. Постапокалиптический мир Biomutant бодро бегается на максималках. По средней скорости оба ускорителя выдают за 60 кадров в секунду, а по просадкам немного впереди тишка. Но учитывая, что игра релизнулась недавно, то с новыми апдейтами все выровняется. Assassin's Creed Valhalla лучше всего проходить на средних. Тогда в обоих случаях можно рассчитывать на среднюю скорость под 70 кадров в секунду, без малейших замечаний. Да, на высоких тоже можно поиграть, но встречаются неприятные дропы ниже 20 фпс. Хотите Watch Dogs Legion 60 фпс в среднем? Тогда смело выбирайте высокий пресет графики. Итоговая картинка выглядит очень приятно, и при этом ничего не тормозит. Геймплей комфортный. Ну и на финал посмотрим на Resident Evil Village. Данный хоррор можно проходить с пресетом «Приоритет. Графика». И в таком режиме на обеих видеокартах средний фреймрейт уверенно переваливает за 90 фпс. Управление полностью прогнозируемое. Ну а теперь к итогам. На сегодняшний день GeForce GTX 1660 Super и 1660 Ti отлично подходят для Full HD разрешения. В популярных онлайн проектах и хитах прошлых лет они позволят выкрутить все настройки до упора. При этом фреймрейт уверенно перевалит за соточку кадров. Более того, в тяжелых ААА блокбастерах можно смело рассчитывать на стабильные 60 фпс на высоких настройках графики. Иногда можно выставить ультра, а иногда придется выбирать средние. Если говорить про разницу между GTX 1660 Super и 1660 Ti, то тишка хоть и чуточку быстрее, но знаете, без активного мониторинга это вряд ли получится ощутить. И при необходимости сэкономить, можете смело покупать младшую модификацию. Также сразу стоит сказать, что на сегодня 6 гигабайт видеопамяти маловато. И дабы данным было куда свайпиться, в системе должно быть не меньше 16 гигабайт оперативки. В остальном, все хорошо. А вы что скажете? Биткоин уже пойдет на дно и цены на видеокарты перейдут в норму наконец-таки? Или будет очередной отскок? Что думаете? Ждем с нетерпением ваши комментарии, а также надеемся на поддержку в виде лайков и репостов. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!